Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о психогенетике и наследовании темперамента. Но прежде всего давайте вспомним старую добрую пословицу «Яблоко от яблони недалеко упало». Ну, все вы, наверное, знаете трактовку данной пословицы, но те, кто стесняется и не знает, что она означает, это пословица говорит нам о том, что мы не так уж далеко ушли в наших проявлениях от наших родителей. Это действительно так. Еще наши предки заметили, что мы похожи на своих родителей и кровных родственников. И нас с ними объединяет какая-то общая черта. Я не говорю про цвет глаз, цвет волос, цвет кожи. Это какие-то особенности поведения, которые передаются по наследству. С другой стороны, мы воспитываемся нашими родителями. Нам прививаются определенные нормы морали и поведения в данном обществе. Потому что мы их копируем. Следующий слайд. Истина лежит где-то посередине. Мы состоим из двух, личность человека состоит из двух, скажем так, основ. Альфа и омега. Это темперамент и характер. Темперамент — это биологическая основа, то, с чем мы рождаемся. Характер — это же то, что мы приобретаем на протяжении жизни. Данное соотношение является не совсем верным. Я как бы решила сыграть в ничью. И не тем, и не тем. Потому что на самом деле единого мнения насчет того, что какое соотношение наследственного и приобретенного нет. Некоторые считают, что это 60 на 40, некоторые считают, что вообще 90 на 5, что мы очень много вносим в корректив нашу личность. Но это, скажем так, бесконечный спор. Я надеюсь, что они когда-нибудь найдут свое решение. Но пока, скажем так, имеем такое соотношение. Наука, которая занимается данным вопросом — это психогенетика. Следующий слайд. Так получилось, что каждый раз, когда я говорю, что я занимаюсь психогенетикой, меня спрашивают, что... То есть как бы люди мало знают о психогенетике, хотя это достаточно активно развивающаяся наука. Но как вы, наверное, поняли, она состоит из двух дисциплин. Один — это психология и генетика. То есть с одной стороны у нас есть психические процессы, с другой стороны — наследственность. То есть, соответственно, психогенетика — это наследование психических процессов. Это было бы так, если бы не следующий очень важный фактор, такая как социальная среда. Человек — существо социальное. Он под влиянием воспитания, самовоспитания, самоконтроля значительно, скажем так, вносит коррективы в свою личность. Поэтому, чтобы определение психогенетики было верным, следующий слайд, мы получаем вот такую вот интересную схематическую формулу. То есть психогенетика изучает формирование личности человека под влиянием двух факторов — наследственность и окружающая среда. Ну, не буду говорить о истории этой науки, потому что она очень разнообразная. Она началась еще в середине XIX века. Но одна очень важная веха... Следующий слайд. Важная веха, да, перепутала, извините. Behavior genetics. То, что в нашей науке называется психогенетика, в зарубежной науке — это behavior genetics, генетика поведения. И, соответственно, с точки зрения нашего языка данный термин является не совсем верным, потому что генетика поведения — это проявление внешней активности человека под влиянием окружающих факторов. То есть мы отвечаем как-то на то, что происходит вокруг. То есть психологи, конечно, будут придираться к моему определению, но это как бы очень схематично. Соответственно, генетика задействована очень мало. А значит, соответственно, что этот термин для нас является, скажем так, не совсем родным и близким. Следующий слайд. Вот. И еще один слайд. Почему я выбрала именно это изображение? Это обложка учебника, с которого я, собственно, начала свое изучение психогенетики. И очень советую, особенно студентам медицинских вузов, чтобы ознакомиться с данной наукой. Следующий слайд. Вот, собственно, та главная веха, о которой я хотела поспешила, так как хотела сильно рассказать. Это Human Genome Project. Это проект, который был инициирован в 80-х годах прошлого века. Он был признан для того, чтобы расшифровать геном человека, и ему удалось. Мы опустим, скажем так, курьезную ситуацию, что их обогнал никому неизвестный ученый, работая совершенно один небольшой в лаборатории. Но этот проект работает до сих пор, и основным его направлением является, одним из основных направлений, это поиск определенных генов, групп генов, которые отвечают за те или иные поведенческие характеристики. Следующий слайд. Психогенетика на данный момент развивается в четырех основных направлениях. Это психоритмы головного мозга, девиантные или отклоненные от нормы поведения, психические заболевания, соответственно, их наследовательность, и темперамент. Собственно, что такое темперамент? Следующий слайд. Темперамент отвечает на главный вопрос «как». Как человек прореагирует на то или иное событие в его жизни? Как он прореагирует на тот или иной раздражитель? Соответственно, это динамическая характеристика. И темперамент — это не един показатель. Это совокупность... Следующий слайд. Это совокупность характеристик. То есть здесь у нас есть и сенситивность, и резистентность. Но мне больше нравится термин стрессоустойчивости. Способность человека на протяжении длительного количества времени воспринимать какую-либо стрессовую ситуацию. Пластичность, ригидность, реактивность, экстраверсия, интроверсия — для всех очень известный показатель. И активность уровень. У этого подпункта имеется много разных интерпретаций. И вообще у каждого ученого было свое мнение на то, как разделяется темперамент, какие он имеет особенности. Но это самое принятое, самое простое понятие структуры темперамента. Соответственно, для каждой структуры существует своя система тестирования. Каждой, скажем так, этой позиции было уделено огромное количество внимания. И каждую из них можно, скажем так, определить, используя разные тест-системы. Следующий слайд. Сколько же существует в типах темперамента? Мы привыкли к четырем типам темперамента. Замвилик, хорерик, меланхолик и флегматик. Но так ли это на самом деле? Ту систему, к которой мы привыкли, четырехфазная система, назовем ее так, она достаточно устаревшая. Она была придумана еще Гиппократом в III веке до н.э. И, соответственно, она уже морально устарела давным-давно. Поэтому существует огромное количество систем, у которых мы разделяем типы темперамента. И каждый ученый выводил для себя, скажем так, близкую ему по духу систему, выбирая для себя тот или иной критерий оценивания. Сколько этих систем? Я в своей практике стручала как минимум 11 видов систем. Их на самом деле гораздо больше. И объяснять каждую систему. Я думаю, это тема отдельной лекции, поэтому не будем останавливаться. Для нас, скажем так, следующий слайд. Скажем так, известны четыре типа темперамента, четырехфазная система, которой мы пользуемся. Следующий слайд. Пользуемся и которой мы наверняка проходили в школе тесты на определение темперамента и приблизительно знаем, к какому типу мы относимся. Следующий слайд. И еще один слайд. Вот. И последний слайд. Собственно, и все эти теории объясняют одну очень важную мысль, что какое бы множество людей на планете не существовало, поправьте меня, сейчас на планете Земля около 6 миллиардов, 6,5 где-то так. То есть существует, наверное, уже больше, благодаря Китаю мы все, скажем так, и другим странам у нас становится больше с каждым днем. Существует всего определенное какое-то небольшое множество типов. Это не тридцает мысль о том, что каждый человек индивидуален. Да, действительно, каждый человек это как бы индивид, он неповторим. Но, соответственно, модели поведения есть какое-то малое множество, и все поведенческие особенности человека можно сократить до определенных типов. То есть мысль достаточно интересная, поэтому не существует какой-то универсальной системы, в которой можно было бы определить, к какому типу относится человек. Потому что на самом деле очень тяжело ее вывести, ученые все еще над этим работают, и каждая теория права и не права по-своему. Следующий слайд. Интересный факт. В средние века считалось, что каждому типу темперамента соответствует своей стихия. То есть их было четыре, и каждый человек был привержен той иной стихии. Следующий слайд. Каждый действует согласно своему темпераменту, которым он не сам себе наделил, и поэтому не всегда умеет им управлять. Теодор Драйзер. С Драйзерами согласны на 50%, потому что да, мы получаем тип темперамента, мы на это не влияем, но можем ли мы его контролировать? Это, соответственно, отмазка, скажем так, очень красивая. Это не я, это мой тип темперамента. Мы можем контролировать свой тип темперамента. Это возможно. Мы можем взносить определенные коррективы. И об этом мы поговорим еще немного позже. Следующий слайд. Физические проявления темперамента. Наиболее, скажем так, интерес для меня представляют конституциональные теории темперамента. В чем они проявляются? Каждому типу темперамента соответствуют какие-то свои, скажем так, особенности строения тела. И, скажем так, самая яркая и запоминающаяся теория из множества, которые были в данной стезе, это теория Шелдона. Следующий слайд. Не этого Шелдона. Следующего. Вот, именно его. В чем заключалась его теория? Он связывал конституцию тела с определенными типами темперамента. Соответственно, у него этих типов темперамента было три. И каждый тип темперамента, он подробно описал, каждому были присущи те или иные особенности. И, значит, следующий слайд. Название типов темперамента, он позаимствовал из эмбрионологии. Медики сразу узнают, как бы, в чем подвох. На первых стадиях развития эмбрионального развития человек состоит из трех листков зародышевых. Внешнего, внутреннего и среднего. В зависимости от того, какой из этих слоев получил большее развитие при эмбриональном развитии, то к тому типу темперамента относится данный человек. Мы должны понимать, что это, скажем так, маргинальные типы. Они составляют такой себе равнобедренный треугольник. И чистых типов никогда не бывает. И большинство людей расположены на грани данного треугольника, то есть зависли где-то посередине. Но данная теория очень сильно раскритиковалась, потому что вообще с человеком очень трудно работать, когда вы пытаетесь доказать какие-либо генетические теории. Потому что все эти люди, которые принимали участие в экспериментах, они выросли в разных странах, в разных семьях, в разных городах, в разных культурах. Они вели разный образ жизни. Поэтому вывести какой-то очень четкой тенденции, к сожалению, нельзя. Но сам принц Пешарден указывал на то, что эта, скажем так, связь между характером, типом темпераментов, поведением человека и структурой тела, очень сложно ее вывести. Едем дальше. Как же все-таки проявляется темперамент? Вся информация о нас закодирована в ДНК. Те или иные гены или группы генов кодируют наш цвет глаз, цвет волос, рост и другие показатели. То есть все наши фенотипические особенности. Но мы не можем говорить то же самое про темперамент человека, что, допустим, этот ген отвечает за доброту, этот за злость, а этот за раздражительность. На деле этот механизм гораздо сложнее. Гены или группы генов кодируют такие вещества, как гормоны, белки, ферменты. В зависимости от того, в каком количестве они выработаются и с какой скоростью будет проходить та или иная реакция, такой ответ мы, собственно, будем иметь. Например, не так давно была выявлена четкая связь между гормоном серотонином, всем известным гормоном счастья, и позитивным восприятием себя в обществе. То есть, грубо говоря, просто оптимизм. И этот гормон вырабатывается в мозгу. Соответственно, в каком количестве выработается этот гормон, такой, скажем так, оптимист будет человек, грубо говоря. И количество этого гормона закодировано, выработка, скажем так, этого гормона закодирована в ДНК. Соответственно, то, насколько мы оптимисты, мы уже, скажем так, запрограммированы еще до нашего рождения. Но это не стоит воспринимать как вердикт, что если у вас определенные последовательности ДНК, у вас мало вырабатывается серотонин, значит, вы никогда не будете радоваться прелестям жизни. Но серотонин можно принимать из нем, мы знаем, что он содержится в шоколаде и в бананах. Следующий слайд. Очень интересная теория темперамента была выдвинута Павловым. Его теория заключалась в том, что физиологической основой темперамента является нервная система. Она, скажем так, являет определенной базис темперамента. И, соответственно, тип нервной системы является неизменным на протяжении жизни. Он мало подвергается влиянию социальной среды, воспитании, то есть мало подвергается изменениям. Соответственно, это определенная база, на которой, скажем так, строится дальше наша личность, наш характер. И, соответственно, имея с одной стороны такой как бы столб, на котором базируется темперамент, физиологическая основа, как нервная система и гуморальная система, мы имеем определенное множество реакций, возможных ответов человека на тот или иной раздражитель. Но мы должны помнить, что человек реагирует на один и тот же раздражитель в пределах своего типа темперамента, то есть в пределах своих физиологических возможностей. И под влиянием самоконтроля, воспитания, мы, конечно, можем немного изменить свою ответную реакцию. Но в стрессовых ситуациях, когда сознание не успевает контролировать человеческое поведение, человек обычно, скажем так, действует согласно своим биологическим установкам. То есть как бы от себя фактически не уйдешь, но себя можно контролировать. Такой интересный вывод. И все структуры темперамента, которые я показывала, темперамент и от него развилка, это определенная, скажем так, сложная система. Они все между собой сочетаются и сочетаются не просто так, образуя очень сложную организацию. Следующий слайд. Как, собственно, доказать свою правоту? Чем, собственно, доказывают, какие доказательства у психогенетиков? Самый, скажем так, используемый метод — это метод близнецов. Как мы знаем, близнецы, особенно если мы говорим о монозеготных близнецах, они идентичны. То есть в определенный момент времени, вспоминаем физику, ВТ0 — самая начальная точка, когда они появляются на свет, они идентичны. Дальше они идут по собственному пути развития. И несмотря на то, что они растут в одной семье, они переживают разный эмоциональный опыт. Соответственно, близнецы — это самая удобная модель для изучения средового влияния на темперамент человека, как, собственно, меняется человек под влиянием окружающей среды. Очень интересное исследование было проведено в 60-х годах прошлого века, а именно оно было сделано в Австралии и Швейцарии. В чем оно заключалось? Это был очень сложный, очень каверзный метод под названием «Метод разделенных близнецов». То есть эти данные по усыновлению, они очень конфиденциальны. Мы можем представить, насколько это было трудно получить данные сведения. Те близнецы, от которых отказались при рождении, и тем, которым довелось, скажем так, быть разлученным при рождении, которые выросли в разных семьях, их протестировали на два показателя. Показатель реактивности и показатель экстраверсии и интроверсии. И что в итоге мы получили? Какие изменения? Показатель экстраверсии и интроверсии значительно отличался на несколько пунктов, в то время как показатель реактивности и показатель устойчивости нервной системы был практически одинаковым. То есть, соответственно, имея одинаковый генетический код, они были очень похожи, хотя развивались в разных странах, в разных семьях и переживали разные ситуации. Второй метод, который использует генетики, это лонгитюдный метод. В чем заключается этот метод? И, собственно, его я использовала в своей дипломной работе, чтобы просмотреть, какие изменения происходят с темпераментом на протяжении жизни, как он меняется. Для этого в определенные, скажем так, участки времени, равные участки, темперамент тестируется. То есть протестировали его первый раз, через два года тестируем еще. И смотрим, какие изменения в показателях у нас происходят. И, собственно, мое исследование, которое я проводила в своей контрольной группе, и исследования других ученых доказали, что все-таки показатели устойчивости не меняются. То есть насколько мы способны воспринимать стресс, это тот показатель, который не меняется, он менее пластичный. Показатель эмоциональности подвергается значительным изменениям. Это означает, что темперамент меняется согласно нескольким показателям. То есть разные показатели имеют разную пластичность. То есть некоторые меняются, некоторые нет. С чем это связано, сказать достаточно трудно, потому что на данный момент пока еще не вывели никакого, скажем так, общего генетического аппарата. То есть не было сказано, какие конкретно гены отвечают за темперамент. То есть это огромное множество генов, которые отвечают за множество признаков, и которые, естественно, ответственны за темперамент. И, соответственно, такое очень громкое высказывание, темперамент во многом, скажем так, определяет наш характер, он является фундаментом, на который строится настройка нашего характера, характер определяет нашу судьбу. Означает ли, что мы рождаемся с определенной программой, и мы не можем ее изменить, как мы родились, и все, мы как константы не меняемся. Так это было, так, но это слишком грубое высказывание. Мы рождаемся с определенными параметрами, с определенными предпосылками к челему, либо талантами к спорту, к музыке, к математике, и то, как мы воспользуемся этими талантами, зависит только от нас. Все, спасибо. Есть вопросы? Какое действие вам должно звучать? Что мы с этого, по сути, будем видеть? Ну, мне нравится высказывание одного ученого, запамятовала, как его зовут, когда мы познаем себя, мы познаем окружающий мир, то есть чем лучше мы познаем свои особенности, своего поведения, на что мы способны, и как можно, собственно, ими управлять, своими особенностями, то есть узнать при рождении, к чему предрасположен ребенок, и его в этом направлении развивать. То есть тогда мы сможем сделать мир лучше, в лобальном плане. Не пройдемте мы в эту тему в лобальном плане? Утопию сложно. Я, как любитель утопии, и перечитала много разных книг на эту тему, сложно сказать. Мы пока движемся очень-очень маленькими шагами. То есть то, что было исследовано в психогенетике, это как бы такие начальные и несерьезные сведения, собственно, поэтому эту науку не воспринимают пока всерьез, потому что нет какой-то определенной базы знаний, которая бы сказала, да, это так, это правильно, потому что эти гены отвечают за те или иные поведенческие особенности. Поэтому мы только начали познавать эти особенности и посмотрим, к чему это заведет. Скажите, пожалуйста, насколько объективны методы оценки, допустим, экстраверсии, интроверсии, насколько эти тесты можно обмануть? Интересный вопрос. На самом деле тестов огромное множество. Я использовала самораспространенный тест, тест Айзека. То, что в моей практике я использовала. Тесты на самом деле психологически созданы достаточно хитро, потому что там, допустим, один и тот же вопрос встречается несколько раз. То есть хочешь, не хочешь, но в какой-то момент ты все равно отвечаешь, как ты на самом деле думаешь. То есть огромное множество вопросов, и в какой-то момент ты уже как бы устаешь и начинаешь отвечать, и ты устаешь врать, устаешь как бы придумывать ответ. Обманывать тест? Думаю, конечно, можно. Если хорошо подумать и, скажем так, поднапрячься, можно этот тест обмануть. Но у каждого теста, в том числе у теста Айзека, которым я пользовалась, есть коэффициент лжи. Если коэффициент лжи превышает больше четырех пунктов, значит, как бы этот тест нерелевант. Значит, я не могу использовать его в исследовании. И каков процент этих тестов? У меня было 46 семей, то есть, соответственно, 114 человек в исследовании. Четыре человека не подошли. Вот, как бы. Да? Вы частично, в принципе, ответили, это мой будущий вопрос, существуют ли на данном агентстве или в ближайшем будущем психогенетиков какие-то практические наработки, которые, я могу сказать, что если у человека зеленые глаза у матери, у отца, у одного болезни, рожденная порог сердца, у другого, то ребенок родится со склонностью к рисованию. Это очень условно. Если какие-то практические наработки такого рода, может быть, без обращения будущих преступлений. Ребенок от рождения уже становится, я же считаю, и в Ильдопии, да? Да. Уже к риску для внимания органов, то есть, склонников насилия и так далее. Да. Я вот как раз встречала, собственно, исследования, которые были связаны с наследованием таких особенностей, как алкогольная зависимость, наркозависимость и склонность к преступлению. Потому что это, собственно, и волнует будущих родителей, будет реливерно к склоннинг этим погубным привычкам. Но здесь, во-первых, действует принцип как с мультифакторными заболеваниями. У нас есть определенная предрасположенность генетическая, и нам нужно влияние социальной среды, чтобы эта особенность проявилась. И точные данные пока, скажем так, ученые действуют по методу родословных. Это, скажем так, такой еще очень устаревший метод, к сожалению, не совсем точный. То есть мы составляем родословную семьи и смотрим, кто из них был, скажем так, подвержен тем или иным пагубным привычкам. И, соответственно, это позволяет нам утверждать, с какой частотой, возможно, проявляется в данной семье эта зависимость. И проявится, с какой вероятностью проявится ли она у потомка. Пока точно сказать, какие последовательности ведутся, скажем так, ведутся исследования в данной области. Но я пока конкретно, скажем так, данных не встречала. Да. Вот, судя с твоего шутения, я понял, что человек, допустим, стихоэнтический, а этим травмом зависит от генетических составляющих. И, допустим, то есть, когда человек растет, внешний фактор. Да. А как вы относитесь и думали ли вы об этом, допустим, говорят про знаки зодиака, да? Допустим, человек рождается в тот предмет, например, вот в изнецах, на фигуре, который меньше, допустим, там, например, другой на фразерок, у него, допустим, в учебе. То есть, влияет ли это ли дата рождения знать зодиака вообще на все генетические составляющие на кинтераме человека? То есть, мне оказывается, думалось, что у кого-то есть, пусть такой знак зодиака, вот, например, зодиака, например, зодиака, у человека меня сейчас настроение. Да, значит, это своя, скажем так, а вот астрология, это своя система типологии человека. То есть, используя какие-либо данные, свою базу знаний, они попытались, астрологи попытались классифицировать людей по определенным признакам. Связаны ли они с темпераментом? Честно говоря, не знаю. То есть, они могут просто, эти системы типологии существовать параллельно, они как с собой не взаимосвязаны. Просто есть знаки зодиака и их особенности, их типологии, и, скажем так, описание тех или иных знаков, и есть темпераменты. Я не встречала в литературе связи между данными типологиями. Можно? Да. У нас есть дополнение по вопросу нашего первого литера. Да. Я думаю, это будет вообще не местно. По-моему, знакам зодиака. Как они вообще вводили знак зодиака? Как бы, например, если ваш знак зодиака близнецы, то это значит, что в момент вашего рождения Солнце находилось в созвездии близнецов. Я думаю, вы недавно слышали, как был довольно большой скандал, когда Наса перечитала все это, потому что земная ось вращается, направления меняются, и получается, что там уже совершенно не безмеца, оказывается, мы родились по данной терминологии. А уже в другом созвездии, и, соответственно, все эти гороскопы, которые вы читали, 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 оказываются неправдивыми. Если вообще есть какая-то версия историка правды в астрологии и влияние движения звезд и Солнца на вашу жизнь. То есть вы не верите в это сделать? Я, знаете, физик, я не верю, что вообще звездам есть какое-то дело для нашей маленькой человеческой звезды. Я, допустим, за этой звездой в такое время вышел. У меня есть бизнес, я знаю только не то, что ты имеешь. Каждый день, например, читать зодиаку, все-таки по звездам, с вами то, завтра то, после завтра то. Поэтому я не верю, потому что каждый знает, потому что каждый точно говорит одно. А вот общие характеристики знам, неоднократно общаться с другими друзьями, знаю, именно общие характеристики, то, как себя ведет, то, как, например, такой знак, за что они отвечают. То есть именно черты характера. В это, допустим, очень часто много с алтаги. Это напомнило мне другое исследование, когда группе студентов предложили, скажем так, трактовку их, скажем так, знака зодиака, и трактовку, скажем так, их личности, что, мол, мы провели полный анализ вашей жизни, где вы родились. Это был такой очень сложный анализ. Вот мы собрали группу, скажем так, людей, и мы, наконец-то, вывели, скажем так, с помощью определенных, скажем так, тестов, тест-систем, вашу личность, скажем так, описали вашу личность, ваши сильные и слабые стороны. И когда все открыли этот конверт, все-таки 90% сказали, да, это я, вы правильно, скажем так, угадали. Но потом оказалось, что во всех конвертах была одинаковая информация. То есть как бы мы, с одной стороны, очень сильно хотим верить в то или иное, то или иное описание нашей личности, это как бы уже такой очень субъективный фактор. Методы диагностики? Диагностики чего? Конечно, у каждой науки есть свои тест-системы, которые используют, собственно, то, что делать ее наукой. В данном случае у каждой особенности темперамента, тот слайд, который я показывала, темперамента есть свои составляющие. У каждой составляющей есть своя тест-система. То есть есть тесты на определение экстраверсии-интроверсии, есть тесты на определение стрессоустойчивости. И каждой составляющей есть своё, скажем, огромное количество тестов. А в плане методики, какие методы? Это, опять же, близнецовый метод, лонгитюдные исследования и... Что ещё? Ну, как бы вот эти два самых важных метода. Метод родословных, он как бы такой самый простой, самый несерьёзный. Да? Скажите, психогенетика – это раздел генетики или всё-таки больше раздел психологии? В принципе, психогенетику изучают ровным счётом как и психологи, так и генетики. Сложно сказать, кому больше она принадлежит. То есть, на ничья сочтёмся. Это пограничная наука, поэтому пока в ней больше, вот то, что я читаю в учебниках, статьях, пока в ней больше психологии, потому что мало на данный момент было проведено каких-либо лабораторных исследований в выявлении тех или иных генов и последовательности, отвечающих за те или иные модели поведения. Поэтому пока, скажу же, пока так. Всё. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok